Помещение автомобиля на специализированную стоянку, составление протокола об административном правонарушении и штраф в размере 50 тысяч рублей. Вот что стоит ожидать таксистам, работающим без соответствующей лицензии. По данным госавтоинспекции, в текущем году на территории города Самара произошло 16 ДТП по вине водителей такси. 22 человека получили ранения, один погиб. В целях предупреждения ДТП с участием таксистов сотрудники госавтоинспекции провели профилактический рейд. У водителей проверяли наличие необходимых документов для осуществления пассажирских перевозок. У водителя имеется три варианта оформления для работы. Это заключение трудового договора со службой такси, оформится в виде индивидуального предпринимателя, либо оформления самозанятого. Рейды, направленные на пресечение незаконной перевозки пассажиров, проводятся регулярно на территории города. Такая работа направлена на предупреждение дорожно-транспортного травматизма, повышение ответственности и культуры безопасного поведения участников дорожного движения. Работа ведется в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара на 2021-2025 годы». Для тех водителей, кто оформил необходимые документы, проверка проходила легко и быстро. На лицензии поэтому и выдается для того, чтобы… Как профессионал я должен с лицензией ездить, чтобы все было у меня, все документы. Вот путь его лист, страховой полис. Все есть. Разрешение на перевозку людей. Пассажиры уверены, что все документы в порядке. Значит, водитель, ну, как бы сказать, готов к работе. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, что таксисты должны иметь водительское удостоверение установленного образца, страховой полис и путевой лист. За отсутствие документов административную ответственность несет не только водитель, но и владелец таксопарка. Пассажиров сотрудники госавтоинспекции просят тщательнее подходить к выбору компании такси. Иногда даже у самых известных организаций могут быть выявлены нарушения.